привет иди скрип механик и мы сегодня займемся строительством лесопилки все необходимое для этого у нас уже практически есть возмущались насчет электродвигателя мол он вообще никак учий на нем у нас ничего не поедет да я в курсе я это читал но я хочу проверить если не поедет тогда поставим обычный бензиновый двигатель но что поделать надо же как-то проверить вот туда же описано мотор с фиксированной мощностью и настраиваемой скоростью слабый двигатель с настраиваемой скоростью то есть он слабый ну хочется проверить насчет какашек моего новенького питомца вот он наш питомец шикарнейший кстати он повернулся он хочет походу с холодильника слезть вот из них можно сделать вот такие вот канистры со взрывчатками можно большую можно маленькую но вся проблема в том что нужно флюослизи этой довольно много а это говорит о чем это говорит о том что нам нужно производить большое количество картона и скармливать это все моему питомцу в общем пока я собирался на дворе уже наступила ночь строить что-то ночью мне не очень хочется поэтому давай займемся немножечко нашим домом ну во первых я хочу перенести вот этот шкафчик вот сюда чтобы хранить там хлопок так значит вот это забираем все туда кидаем хлопок и переносим его небольшая перестановка в доме вот так вот то есть получается теперь чтобы что-нибудь сшить можно взять отсюда хлопок затолкать его сюда и робот начнет работать все довольно просто так теперь нужно освободить место от к кулек значит к кульки у нас будут вот здесь вот ух какие они миниатюрные ну хотя да у нас это сам небольшой теперь нам нужно понять куда нам девать вот эти вот химикалии потому что они довольно много места занимает я думаю что мы их поставим а здесь вот пускай они тут стоят и никому не мешает кстати насчет хлопку мне еще двадцатка хлопка осталось надо все это закинуть сюда и посмотреть могу ли я чего-нибудь сшить нет ли у меня случайно каких-нибудь чертежей одежды а они есть забираем это все и пойдем посмотрим что мы сможем открыть вовремя перетащил сюда шкафчик он нам как раз пригодился все под рукой забираем хлопок и начинаем шить и так что-то там сшилось пойдем посмотрим что же это распаковать ух ты какая классная футболка поднять давай посмотрим что в этой коробке ну а пока у нас там все шьется я предлагаю выставить клей зачем он нам сумки правильно выставляем клей сюда причем в большом количестве это конечно хорошо но место займет много вот так вот столько клея что еще можно выставить конечно же моллюска тоже рядом с клеем вот таким вот образом шикар уже подосвободили немножечко место кажется у нас там сшилась одежда давай посмотрим что же это открываем и еще одна футболка с намеком я люблю коров отлично забираем и последняя коробочка давай что же будет с ней и снова футболка я конечно не очень рад что эта футболка выглядит она конечно интересно забираем но я надеялся что выпадет там может быть штаны какие-нибудь или башмаки но что на конечно было бы получше потому что посмотри какие они у меня рваные дело в том что штаны которые у меня есть сейчас я попробую ходить ой близко дошел даже штаны 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 ноги вот смотри комбинезон который у меня есть он мне не очень нравится я в нем какой-то пухлый толстый не знаю а вот такие штаны они как будто как шорты вот шорты мне заходят вот шорты я люблю вот тупы либо не штаны а шорты вот это другое дело было в общем у нас уже утро на дворе пора собирать все деталью и заниматься созданием лесопилки строительство я начнула здесь на мосту и строить мы будем не из дерева потому что дерево у меня нет ну точнее есть но его крайне мало и строим и лесопилку ради того чтобы добыть как можно больше дерево поэтому строить я буду из камня но это 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, прототип готов. Правда, я не уверен, что колеса выдерживают. Посмотри, как они трясутся. Такое ощущение, что скоро все это дело развалится. Сейчас мы вставим батарейку в наш электрический двигатель и будем надеяться, что это все поедет. Садимся. А, подожди. Давай мощность прибавим на максимум и пробуем ехать. Ой, 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 ой. Перед у нас это зад, а зад это перед, поэтому надо перенастроить управление. А теперь все хорошо и отлично. Но едем мы так себе. А что если мы поменяем ведущие колеса спереда назад? О, вот так вот уже получше. Едет, конечно, это все очень плохо, да еще и на камне. Камень-то сам по себе тяжелый. Но мы сейчас... А, мощность на максимуме. Беда. Беда, однако, это да. Такими темпами мы точно ничего не срубим. Предлагаю взять этот двигатель и заменить его все-таки на топливный. Так, Хьюстон, у нас тачка уезжает. Она хочет упасть. Надо ей не позволить это сделать. Значит, ставим сюда топливный. Вот, отлично. Так, двигатель мы перенесли. А бензобак забыли. Нужно еще бензобак свиснуть. Ну, вроде бы все подключено. Заводим двигатель. И едем. Едем очень плохо, потому что уровень мощности мы не подняли. Поднимаем до максимума. И смотрим. Вот, вот это уже другое дело. Уже другое дело. Но тяжело. Да, грусть, печаль, обида. Придется все-таки разобрать часть нашего шикарного моста и построить из него машину под лесопилку. Опачки, ты посмотри. Пэт у нас по квартире пошел гулять. Главное, чтобы он не свалился куда-нибудь с этой горы. Поэтому давай сделаем для него небольшой загон. Чтобы он гулял в нем. И ничего не боялся. Хотя правильнее сказать, что этот загон больше для меня. Чтобы я не боялся за своего питомца. Надеюсь, он не перепрыгнет через эту преграду. И с ним будет все хорошо. А еще мне кажется, что он спрыгнул с холодильника из-за вот этих какашек. Слишком уж они воняли. Короче, у меня тут произошла проблемка. Я когда разбирал свой драндулет, у меня пила укатилась в огород. И есть вероятно, что эта пила могла улететь даже с горы. М-м-м, да. Кажется, пилу я профукал. Капец! Это прям проблема-проблемич! Куда она могла скатиться? Вот только если... Фух! Вот она, вот она, вот она пила! Нифига себе! Слава богу, что она никуда не завалилась. Между камнями. Машину я переделал. Теперь она полностью из дерева. Легкая. И гоняет как Формула-1. Но, перед тем, как мы поедем, я хочу покормить своего питомца. Вот, сделал 160 коробок. Надеюсь, ему этого хватит. И просто вот так вот все застилаю. Кушай, кушай, мой маленький проказник. Чтоб я приехал, а ты все это съел. Ну вот, запас у него есть. Будет кушать, какать. И все будет у нас хорошо. А я сажусь в свой трактор. И поехали пилить деревья. Вот наш первый подопытный. Проверяем на нем, как у нас все пилится. Отлично. Довольно быстро снесли дерево. Теперь все, что нам остается, это добыть древесину. Поднялся за разборщиком. Было бы круто, конечно, прицепить его к машине. Например, вот так. Упс. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так вот вообще нехорошо. Блин, мне теперь его не снять, пока он не закончит переработку древесины. Это капец. Ура! Наконец-то он закончил. Значит, забираем древесину. Снимаем его. Ставим пока здесь. Короче, что мы будем делать? Я предлагаю следующее решение. Переносим все вот сюда. Снимаем его. Ставим пока здесь. Короче, что мы будем делать? Я предлагаю следующее решение. Переносим все вот сюда. Черт, опять про двигатель забыл. Короче, хватаем перерабатывальщика. И ставим его на тачку Все Теперь каждый раз, когда у нас будет подбираться древесина Или что-нибудь другое Перерабатывальщик моментально будет это перерабатывать Ну вот, наше новое изобретение готово Выглядит это, конечно, очень Очень странно и мощно Но посмотрим, как это будет все работать Поехали пилить деревья Так Машина постоянно хочет встать на дыбы Вот таким вот образом Нужно переместить колеса Чуточку назад Короче, я пришел к выводу, что мне нужно сделать подъемные пилы Потому что смотри, что происходит Я хочу собрать вот эти вот деревяшечки А пилы не дают это сделать Они их отталкивают Решил побыстреньку ему заскочить домой Оооо Ооо, сколько какашек Огонь Ну ты, я вижу, плотненько поужинал Молодчина Сейчас я это все заберу Сколько можно будет бомбочек-то намутить Ух, наверное, это стоит все лучше убрать в холодильник Если можно Нет, нельзя Какашки в холодильник нельзя Ладно, тогда в шкаф Можно? Можно, отлично Собственно, зачем я сюда вернулся? Я хочу сделать так, чтобы мои пилы поднимались Для этого мне понадобится вот такой вот контроллер Нужно еще клей взять Клей у меня в достатке Делаем, значит, контроллер А еще я хочу стырить один сундук Который будет мне полезен Забираем контроллер И бежим доделать нашу лесопильную машину Значит, сундук для чего мне нужен? Для того, чтобы подключить Вот таким вот образом его К разборщику Чтобы все, что он разбирал Отправлял сразу в сундук Ну вот, настало время пил Все это дело демонтируем И переделаем заново, но по-другому Ну что, наша лесопилка на колесах готова Давай теперь проверим И я тебе покажу, как это все работает Пилы у нас теперь поднимаются и опускаются Смотри, как это выглядит Вот таким вот образом Немножечко медленно, я понимаю Но это все зависит от контроллера Я в том, что скорость контроллера зависит от его прокачки Но вкидывать еще 6 компонентов, чтобы его прокачать на скорость Как-то не очень хочется Мне и так хватает Что ж, поехали проверим, как теперь все работает Короче, я балди от подъемных пил Ты посмотри, что у нас происходит Вот лежит бревно Целое бревно Мы к нему подъезжаем, но не начинаем пилить Подъезжаем с поднятыми пилами Вот таким вот образом И прямо на это бревно кидаем Вот таким вот образом Поднимаем спокойненько наши пилы И собираем то, что нам нужно Короче, я решил переместить кресло Короче, я переместил кресло вот сюда Надо будет потом, конечно, придумать какой-то другой метод Но просто так удобнее пилить древесину Камера ближе к пилам, и это намного круче Ну вот, смена моя закончена Я напилил довольно много, давай посмотрим Ух, неплохо, неплохо А еще у нас в разборщике сколько-то есть Тут тоже сотня Возвращаемся на холм Короче, я хочу попробовать заехать на мост Рано или поздно это пришлось бы сделать К тому же наш трактор намного уже, чем был ранее Единственное, что нам нужно, это достроить Вот эти вот бока Теперь опускаем мост Надеюсь, все получится Отлично Спускаем нашу лесопилку И пробуем заехать Конечно же, конечно, нам нужно поднять пилы Иначе... У-у-у, катастрофа Катастрофа Мы падаем Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Прямо чуть меня не зашибли Очень плохо Очень плохо эта катастрофа Короче, допустим, мы заехали Мы садимся в трактор И пытаемся доехать до нашей фермы Что благополучно сделано Как тут наш маленький питомец Вроде бы все нормально Достраиваем заднюю часть дома Обязательном порядке К сожалению, древесина другого цвета Она различается Но у нас есть краскопульт И мы исправим эту ситуацию Итак, ты видишь вот этот торчащий участок пола? Вот таким вот длинным должен быть пол Для того, чтобы мы могли построить лифт Надеюсь, мы сможем сделать этот лифт В общем, смотри Пол перекрывает камни Потому что на камнях мы не можем построить лифт А вот на земле вполне возможно То есть вот этот вот участочек у нас будет под лифт Мы поднимаемся сюда Естественно, дом у нас не будет такой длины Скорее всего, тут будет небольшой трап Поднимаешься на лифте И по трапу бежишь в дом Ну, а вот тут где-то начнется уже сам дом Вот на этом участке вот огурчик Так что Вот такие вот планы на будущее Ну, а на сегодня, я думаю, что это все Я сейчас по-быстренькому доделаю себе пол А в следующей серии мы уже будем Заниматься непосредственно домом Поэтому, если тебе нравится скрепт-механик То не забывай ставить лайк под этим видео И подписаться на канал, если ты еще не подписан Чтобы увидеть следующее видео А я с тобой прощаюсь, пока Увидимся в новом видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!